Друзья, всем привет! Вы на моем канале. Меня зовут Катя. Сегодня у меня в планах мыть пруд. Самое неприятное, самое, что я дольше всего оттягивала. Придется начать. Сейчас займемся. Достану нимфеи, все растения и не знаю, как это все будет происходить, но сегодня моросит дождик, к сожалению. Погода хорошая кончилась, но работать надо. Вот видите нимфеи? Я ее весной пересаживала и она уже уперлась в край. Мне надо бы по-хорошему это все сдвинуть в эту сторону, потому что точки роста уперлись в горшок и она уже не будет дальше развиваться в следующем году. Очень мне не хотелось этим заниматься, честно вам скажу, но похоже придется сдвигать. Есть вот бутончики. Я их оставлю, они, может, еще перезимуют. Такое бывает. Надо опять сдвигать блин. Я делаю обрезку старой ботвы, чтобы она не загнивала. Гниение в воде ни в коем случае допускать нельзя, потому что зимовка рыб будет очень... Ну, под вопросом большим, перезимуют ли они, если что-то будет гнить. Обязательно срезаем все вот это вот старое. Сетки у меня на нимфеях, поскольку карпы кои, они копаются в глине, если класть даже большие камни, они спокойно их переворачивают. Эта глина потом смешивается с водой, становится мутно, вода зацветает, потому что весь вот это попадает в воду, поэтому сетки это единственное спасение от того, чтобы кои не копались в горшках с нимфеями. Я промываю горшки с нимфеями, потому что там очень много скопилось ила. Все вымываю, чтобы ничего не оставалось. А еще я большую нимфею вот этого решила вытащить, размыть все корни. Для пересадки надо обязательно размыть корни, чтобы было видно вообще, где там точки роста, и буду ее делить и пересаживать. Я покажу дальше. Короче, смотрите, она растет в ту сторону. Я ее разверну вот так вот. Здесь вот еще одна точка роста, и она пойдет в эту сторону. Я использую старый кошачий туалет. Потащится туда, и вот еще одна отделилась. Она будет расти в ту сторону. Но вот здесь вот образуется еще одна точка роста, и она пойдет в эту сторону. И нельзя, чтобы упиралась, короче, в этот самый край. Расти перестанет. Буду использовать удобрение осмокот. У меня осмокот 111118. Экзат икска. Вот так вот называется. 8-9 месяцев. Глину взяла, ну, свою, с углинок. Туда биогумус добавила. Сейчас перемешаю. Корешки выберу и буду сажать вот этих вот красавиц, страшилок пока что. Уже вот упиралась в край. Хотя я весной пересаживала. И от этого не развивалась. Листья скручивались. Неофеи очень прожорливые, поэтому обязательно надо удобрения, и быстро они растут. Это у меня пылесос специально водный. У меня есть видео про него. Если интересно, я ссылочку под видео оставлю. Мы его покупали специально. Очень мощный насос. Очень быстро откачивает. Со дна собирает вот эту вот муть. В принципе, он, конечно, тяжелый, неповоротливый такой. Ну, как тяжелый. Для меня такой нелегкий. Но выручает. Очень быстро все откачивает. Со дна собрать ил. Достаточно просто. Особенно если дно будет ровное, не такое, как у меня. В качестве очень быстрого откачивания, плюс еще и сбора вот этих вот донных отложений, вообще идеальная штука оказалась. Еще весной я использовала его, когда у меня переполнялся пруд оттаяния снега, льда. Очень быстро несколько раз я делала такой сливон из пруда лишней воды. Ну, там, за две минуты огромное количество уходило. Так что очень удобно еще и так его использовать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Видите, сейчас видно ступень. То есть на небольшой глубине ступеньки. Вот там вот у нас глубокая точка. Вот там сантиметров 50, а здесь 80. Нашла в Инстаграме старую запись. Чашу видно. Поэтому я здесь вставила, как видно, чашу. В самой глубокой точке у нас 130 сантиметров. Меня спрашивали. Вот такое. Такое вот неровное дно. Вот здесь вот на самом глубине зимуют карпы наши. Хочу нимфей, наверное, поставить на 80 сантиметров. Сейчас вот эти ступеньки помою. И на растения буду наливать заново воду. Ну, подмена воды такая, короче. Рыбок распугала. Они там плавали. Я их видела. Вот эту вот воду с грязью. Вот это вот от рыбьих радости и от всяких водорослей. Я поливаю под растения, потому что это потрясающее органическое удобрение. И хлорелла там вам, и экскременты этих рыб. Вообще, растения, мне кажется, будут счастливы от такой биологической подкормочки. Нужно, конечно, сделать полностью. Ну, помыть пруд, но не в этом году. Я думаю, что раз в два года я буду этим заниматься. То есть с ним сливать полностью воду и мыть всю чашу. Ну вот, а в зиму промыть растения. Я думаю, этого хватит пока. Полностью заменять воду нельзя. Если только сливать, то куда-то, а потом возвращать. Потому что здесь уже устоявшийся микрофлор надо оставлять. Все поставила, конечно, нимфей я не на самое дно. Потому что, ну, хочется, чтобы рыбам было больше места для зимовки. Надеюсь, что зима не будет настолько суровой. И лед не промерзнет там до 80 сантиметров. Очень я надеюсь, что они перезимуют. Потому что, ну, терять все свои нефейки, конечно, не хотелось бы. Будем надеяться, что все пройдет успешно. Смотрю на видео, все кажется так быстро. На самом деле, я на все это потратила где-то 6 часов. Плюс у меня еще села батарейка и я помыла фильтр. Так что на ускоренной записи, конечно, все круто. Жалко в жизни так не получается. Раз-раз и готово. Ну что, промыл растение, поставила. Сейчас буду воду наливать. Немфея поставила вот туда на 70-80 сантиметров. Грязная работа. Я ее закончила. Ура-ура! Вчера я обнаружила еще одну беду. Вот здесь вот крота. Ну, точнее... Слушайте, я вот сейчас раскопала. Там вот ямку, думала, он засыпет. Дырочку. Там вот дырочку раскопала, а он чуть не засыпал. Я, правда, туда шланг с водой пустила. Короче, в том месте около пруда крот копаться у меня перестал. Судя по всему, он переселился сюда. А здесь у меня розы. Розарий. Много роз. И теперь... Здесь у меня сирень. Под сиренью он там попал. Вот между розами. Китайский лимонник. Потом... Здесь вот я еще не вижу. Короче, он, видимо, оттуда перешел сюда. Здесь вот все было вскапано. Я уже потопталась вчера. Видимо, утрамбовала. Слушайте, странно. Думала, сегодня будет то же, что и вчера. Но я утрамбовала, и пока ничего не вижу нового. Я уже думаю... Все. Розенка придет теперь кранты. Он перекопает их. Может их и укрывать-то теперь не надо. Все, они же теперь погибнут. Слушайте, друзья. Скажите, пожалуйста, мне по поводу этих кротов. Здесь не вижу. Я просто с одной подписчицей общалась по WhatsApp. И она сказала, у нее очень много на участке кротов. Но ни одно растение не погибает. То есть они лезут в клумбы, копают, копают. Но ни разу ни одного выпада не было. То, что вот эти ямки... Ладно, бог с ним. Если он не будет вредить корням, я готова пережить эти ямки. Потому что вот здесь вот на дернину он точно не пойдет. Потому что у меня под дерниной там мусор, стекла. Он даже если захочет, мне кажется, не сможет там обустроиться. Здесь-то у меня уже все облагорожено. И здесь все подоставало. Камни, стекла, гвозди. И он пришел в такую врыхлую землю, которую я уже сделала хорошей, пригодной для проживания. Вообще, кстати, не везде. Вот если, допустим, я вот здесь вот копала и розу сажала точечно. А здесь, здесь, то между ними спокойно может какой-то мусор быть. Ну, то есть у меня ни ресурсов столько не было, чтобы всю землю заменять. Ни сил. Вряд ли ему понравится это место. Вот там вот, когда я сажала лимоник, тоже много мусора выковырила. То есть там еще он есть. Вот если вот между посадками, камней, строительный мусор. Думаю, что если он здесь и останется, то недолго. Просто другое дело, что он, видите, как переселяется. Я уж боюсь, там возьмет и занырнет где-нибудь вот здесь, например. Или же он может занырнуть где-нибудь вот здесь. Пока не занырнул. Я уже боюсь. Скажу вам честно, выходить на улицу, чтобы не обнаружить мне нового кротовьего поселения. Ну, вот ниже ничего нового. Страшно, конечно. Вот здесь вот он может спокойно ходить. Потому что здесь тут мусор и есть, но земля из-за влаги она поддается, такая копается. Вот это вот не крот сделал. Это я сделала. Мне надо было срочно глину для нимфей найти. Я отсюда повыковыривала. Конечно, это безобразие будет убрать потом. Вот. А крот у меня безобразничал около месяца. Может, он вернулся на место. Так, это вроде бы тоже не крот, а я. Это я срезала вчера ирис, потому что он мне мешал фильтр мыть. Я помыла фильтр. Вот у меня внутренности от фильтра. Я их помыла, честно говоря, кое-как. Потому что уже после... Ну, увидела уже этого крота, расстроилась, уже устала и так чисто сполоснула. Надо будет, конечно, домыть это все и убрать, зимовать куда-нибудь в сарайчик. Вот мы туда будем ставить компрессор, воду только убрать. Компрессор пустим... Пустим вот в пруд, и будет воздух. Единственное, что мне теперь тут останется, это когда облетит вот этот боярышник, просто с поверхности воды листочки убирать. Потому что он будет сыпаться. Чуть-чуть там остатки еще каких-нибудь листьев будут залетать. Крот у меня вот здесь вот жил. Я вчера сливала, когда... Когда сливала воду из пруда, я сюда кинула шланг. Здесь, понимаешь, хорошо все затопило. Может, поэтому он туда перекинулся и там начал с остервенением пытаться сделать себе домики. У него там явно плохо получилось из-за плохого очень грунта. Не знаю, может он вернется сюда или вообще уйдет с участка. Вот. И мне сказали, что не надо так беспокоиться, что растения не гибнут. Что ни одной потери не было, а кротов много. Я надеюсь, что... Просто я больше всего переживаю, что растения погибнут. Как вот у вас розочки там... Ну или деревья. Как они... У меня же в первый раз я сталкиваюсь с этой проблемой кротовий. И у меня вот страх именно... За свои растюшки беспокоюсь. Так, водичку я здесь долила. Все чистенькое такое. Надо можно... Ну, я не стала прям впритык наливать. Немножко оставила этот самый запас. Потому что... Вообще дожди обещают. И думаю... Ну, надеюсь, что заполнится. Очень много живностей в пруду. Разной поселилась. Обнаружила водных скорпионов таких... Примерзейших. Есть еще... Эти... Пиявки тоже такие маленькие. Ну, не человеческие которые, а такие малюсенькие пиявки. Но они в каждом водоеме есть. Очень много приходит откуда-то... Животинок неприятных. Очень неприятных. Вот. Здесь у меня... Получается, что все сделано. К зимовке мы готовы. Вот этот вот я только не знаю, надо обрезать или нет. Мне вообще Ирина, которая отправила мне из Рыбинска эту штучку, сказала, что ее лучше прикопать на зиму. Ну, я у других спрашивала. Зимует вот так вот прям во льду. В общем, короче, я еще пока не знаю, думаю. А еще вот эти вот маленькие... Они у меня без грунта лежали просто в камнях. Не развивались. Короче, я решила под каждую все-таки положить грунт в горшочки. Потому что... Ну, не хватает, видимо, им в моей воде питания, чтобы развиваться. И они вообще не двинулись с места. И я каждую присадила в горшочек с глинкой. Пусть они хотя бы укоренятся как следует. А дальше начнут, наверное, расползаться. Сидели, вообще не шевелились. И еще некоторые там растения. У меня же задумка, какая была растение для того, чтобы чистить воду. Чтобы они все питательные элементы забирали из... Из воды. Смотрите, какой барбарис. Красивый. Яркий, как солнышко. И вот этот вот тоже красавец. Прям вообще, да? Шикарный. Он и летом шикарный, розовый. Фламинго. Вот насколько я помню... Мне просто понравилось, помню, название фламинго. Я его купила. Блин, ну такой красивый. Оранжевый с розовым. Вообще огонь. Барбарис огонь. А вот это вот... Сильвер пилор. Он очень... Тоже поменял окраску. Стал. Такой желтенький. А то... Оранж рокет. Красивый. Барбариса красивый. Молодцы. Вот я говорила, кстати, что у меня не меняет окраску. Барбарис эректа. Вон он. Начал менять окраску, да. Уже такой. Скоро, наверное, оранжевый будет. А, ну так вот. Из растений, которые у меня растут без грунта, я посадила рогоз. Он не очень развивался, но кучу новых почек надавал. И ирисы. Ирисы у меня сидят без грунта, и они хорошо развиваются. Ну и, конечно, не так, как в почве. В земле у меня ирисы огромные вырастают. Они небольшие, скромные, но корневая система очень даже пышненькая. Ирисы и аир. Аир болотный я брала у нас на озере. Тоже хорошо сидит без грунта. Тоже развивается. Вот. Но мне важно-то больше корни, чтобы они чистили воду. Вот. А некоторые растения без грунта никак не хотят. Вот. Все. Я подготовила. Надо осталось убрать только обрезки ирисов. Вот это все. Порядок навести. А так я безумно счастлива. Безумно счастлива, что закончила. Еще вам хочу показать, как поменял цвет мискантус. Это просто какое-то загляденье. Смотрите, какой лист у него. Фиолетовый такой, розовый какой-то. Очень мне нравится. Шикарно выглядит. И серебро здесь. И розовиночка. Блин, до чего ж, до чего ж хорош этот сорт. Ред Чиф у меня назывался при покупке. Вообще бомба. Классный. Ну, вот такая, короче, у меня беда с кротом. Или не беда, или я себе придумываю. Вот прям вот с ужасом реально прохожу свои клумбы. И с ужасом в каждой кучке присматриваю, что вот он залезет. По газону точно не попортят. Тут я вообще не беспокоюсь. А вот в моих вот новых посадочках там хвойный. Как же я переживаю, что он занырнет. Это у меня голова от фильтра. Надо убрать. А еще хотела показать. Я в одном из предыдущих видео сказала, что не менял цвет у меня Аура и нано. Вот этот плосковеточник. Который покупала как западную, а скорее всего восточную. Вот, посмотрите, как поменял цвет. Вообще другой стал. Такой красивый тоже. Так что меняет цвет. И Мирьям тоже такой же бронзой покрылась. Тоже барбарис. Вот этот тени голд, по-моему. Барбарис. Подушковидный. Мне, кстати, Елена, моя знакомая. Привет тебе, Леночка. Сказала, что вот эти вот разламывает от снега. И надо их связывать. Я, может быть, или овощной ящик поставлю. Или свяжу. Вот такие подушкообразные. Барбариса, спасибо, что подсказала. Хотя вот этот вот кобальт подушкообразный. Он у меня и зимовал без... Ну, так и зимовал. Правда, он маленький был. Здесь ничего с ним не произошло. Но на всякий случай я свяжу. Вот видите, эректа. Начинает то ли желтеть, то ли оранжеветь. Интересно. И вот этот надо будет подсвязать. Адмирейшн. Вот. Ну, как-то так. Тоже, спасибо, что посмотрели это видео. Кому, кто задумывается о прудике на своем участке, вы так это, не пугайтесь сильно. Не так уж это и страшно. Если вот сравнивать, сколько я времени и сил потратила на розы, установка укрытий, вот этих вот дуг, обрезка листвы, пригибания там и прочее, пруд намного легче. Серьезно, вот если вот сравнивать, то если у вас есть розы, то с прудом вы справитесь. Это проще. И удовольствий, кстати, тоже немало. Еще я помыла вот эти вот ступеньки, выключила, естественно, фильтр. Фильтр я оставила, ой, не фильтр, а насос. Насос от фильтра я оставила зимовать внизу. Раньше мы его доставали, разбирали здесь камни, вытаскивали провод, но в этом году я решила оставить. Все он там глубоко и не промерзает. Поэтому пусть уж. Я его достала, помыла и вернула на место. Вот и камешки почистила. Они были зеленые в этом, зеленые. Водоросли. Надо придумывать что-то от водорослей, вот этих вот, таких зеленых склизких. Когда были на птичьем рынке, у меня есть видосик. Нам посоветовали препараты от этих водорослей. Наверное, в следующем году купим, попробуем. Потестим. Вот. Ну все, я, наверное, вам все показала, прогулялась с вами. Удовлетворена от выполненной работы. Очень сильно. Обеспокоена кротом тоже сильно. Вчера, когда все помыла, смотрю такая, вижу это безобразие с кротовыми ходами. И все, и настолько у меня настроение упало. И я и уставшая, и зла, и тут этот крот еще. Потом моя подписчица написала мне, можно расслабиться, никто не погибнет. Я немножечко меня поотпустила, честно вам скажу, потому что прогонять бесполезно. Если прогонять, то куда? Он перейдет просто на другую грядку. А если убивать, то тоже непросто. Реально ловушками выловить крота. Это надо очень сильно постараться. Он у меня еще, кстати, вот в этой клумбе вот так вот занырнул, и здесь еще ковырялся. Глупый, глупый крот. А кошек своих ругаю. Кошки не ловят крота почему-то. Может быть, он ходит по поверхности только, только когда они дома в тепле сидят. Поэтому большую надежду я на них не возлагаю. Вот, я возлагаю надежду, что растения устоят и не погибнут от этих копаний. В конце концов, они хрущей пожилут. В этом году был очень большой лед майских жуков. Может быть, поэтому и кротов много. Очень многие просто это, молчат почему-то про эту проблему. Я знаю, что у многих кроты есть, и они не рассказывают, как же вот с ними сосуществовать. Все видео, которые я находила, только по уничтожению кротов. А по сосуществованию, ну, вместе как-то я что-то не могу найти. Никто об этом не говорит. Неужели вот чисто только убить или, не знаю, выловить и все. Или забить, махнуть рукой и надеяться на лучшее. Я пока склоняюсь ко второму варианту. Я понаблюдаю за своими растениями. Я еще тут говорила, да, что роза устала, так много, зачем? И тут на тебе он пришел в розарий. Не знаю, будет ли он мне сокращать мою численность роз. Либо будет просто здесь холмики поднимать с холмиками. И холмики я могу пережить. Мне страшно, говорю, за жизнь растений. Напишите, пожалуйста, в комментарии, может быть, меня еще кто-нибудь успокоит. Я надеюсь, что успокоит, потому что мне вот прямо нужно, как волшебную таблетку, ваше успокоение. Четыре года, да, я на этом участке и ни одного крота не видела. И думаю, что здесь не может быть из-за того, что... Ну, скорее из-за того, что здесь ужасный грунт. Но, видите, он откуда-то залетел. Залетел и поселился там, где грунт хороший. Да. Ну что, я не вижу больше. Не вижу больше пока. Но я не буду радоваться, потому что там он у меня тоже затаился сначала, а потом, видите, выновнул в другом месте. Тот это крот, это или не тот, я не знаю. Надеюсь, что это один крот, который мешает мне жить. Я с вами попрощаться, как бы мне не хотелось. Желаю вам всего хорошего. Кошки явно намылились домой, холодно им. Вот. С вами была Катя. Целую, обнимаю всех. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok